Вкус на миллион, а себестоимость копейки. Посмотрите, как впечатляюще выглядит наш бисквит. Он всегда у меня таким получается. Очень мягкий, прям вот мягчайший, воздушный и пористый. Украшаю по-домашнему. Достаточно простой и быстрый в приготовлении. Необыкновенно вкусный, нарядный, сладенький. Вполне подойдет на праздничный стол. Красота. Сразу собрав торт, им можно угощаться. Мягчайший. Давайте посмотрим в разрезе. Такой легкий, прям воздушный. Слой шоколадного бисквита, пропитанный соком свежей смородины. Сметанно-ванильный крем. Мягкий, вот воздушный. Вот обязательно сейчас попробую. Он у меня растаял во рту. Приготовьте, обязательно попробуйте. Просто быстро и безумно вкусно. Смотрим. На бисквит беру 5 яиц. Они у нас комнатной температуры. Яйца высшей категории. Если берете среднее или мелкое, значит 6 штук. Разбиваю в миску. Добавляю щепотку соли. И взбиваю до легкой-легкой пены. Частями добавляю сахар. Заранее его отмерила. Яичная масса у нас должна побелеть и увеличиться в 2-3 раза. Добавляю 1 чайную ложку ванильного сахара. И продолжаю взбивать. Проверяю, полностью ли растворился наш сахар. Он не чувствуется на пальцах. Поэтому, друзья, отлично мы все с вами сделали. И вот от такого замечательного состояния полностью зависит успех нашего бисквита. Не поленитесь, взбейте так, чтобы идеально яйца были пробиты с сахаром. Муку просеиваю вместе с какао. Муки 150 грамм и какао 30 грамм. Если хотите белый бисквит, то тогда какао замените 30 граммами муки. 180 граммов понадобится. Частями еще раз просеиваю муку уже вместе с какао в нашу яичную смесь. Просеиваю. Аккуратненько перемешиваю. Ничего здесь вымешивать не нужно. Нам нужно просто соединить сухую и вот эту влажную часть яичную. Так, еще просеиваю. Очень удачный бисквит. Люблю его, обожаю. Нежирный, легкий. Всегда получается пушистым и воздушным. Замечательный и вкусный, конечно. Аккуратненько замешиваю. Чтобы вот эта воздушность у нас все с вами сохранилась. Просеиваю оставшуюся. Домашние тортики, это всегда очень вкусно. Бисквит будем выпекать без соды, без разрыхлителя. Посмотрите, какая у нас получилась воздушная, такая легкая консистенция. Выкладываю тесто в форму. Форма у нас 22-23 сантиметра приблизительно. Ну, так просто, я так думаю, что любая хозяйка справится с таким бисквитом, даже начинающая. Очень, очень простой и всегда получается достаточно удачным. Духовку не выставляем на высокую температуру, потому что у нас здесь очень много яиц и сахара, и совсем чуть-чуть муки. 170 градусов достаточно, она у нас уже прогрелась. Дам постоять нашему тесту, немножко вот так вот его прокручу, чтобы если где-то пустоты у нас образовались, чтобы они у нас заполнились. Ну, минут 10-15 пусть постоит. В маленькую кастрюльку выкладываю 200 граммов сметаны, 75 граммов сахара, пол чайной ложки ванильного сахара, разбиваю одно яйцо. Можно в любом порядке готовить этот крем, я его обожаю, люблю, потому что он легкий, бюджетный и очень обалденно вкусный. И здесь у нас крахмал. Так, крахмала я взяла 22 грамма. 20 грамм так и подойдет. Так, все ингредиенты мы сложили в одну миску и сейчас просто перемешиваю их венчиком до однородности. Ну, так постараться, чтобы не было комочков. Сметану можно взять любой жирности, у меня 15-процентная. Оставлю на плиту и завариваю при постоянном помешивании. Так, до густого состояния. Температура средняя, невысокая, чтобы ничего не подгорело. Крем наш начинает гусеть, я его усиленно-усиленно мешаю. Заканчиваю вот его варить до того момента, как появятся первые бульки. Только-только они появились, значит, я выключаю плиту и его буду остужать. Посмотрите, какой он красивый, перламутровый, прям блестящий. Крема сделала половинное количество для прослойки торта. Если будете украшать им торт, то делайте в два раза больше, что здесь небольшое количество. Ставлю его остужать. Обязательно накрываю целлофанчиком, чтобы у нас корочка сверху не получилась. Встык прям делаю. До комнатной температуры. Бисквит мы остужаем вверх дном. Вот такой он у нас удачный, вообще успешный получился. Посмотрите. Мягенький. И таким способом у него, если вот какая-то такая пуршечка сверху есть, то она обязательно войдет вовнутрь. Делю его на три части. Выкладываю 100 грамм сливочного масла. Взбиваю его. А масло должно быть размягченным комнатной температуры, чтобы оно у нас легко взбилось. И частями добавляю заварной сметанный крем. Наверное, в 4-5 приемов. Кусочек добавила и еще раз взбила. Посмотрите, какой у нас получился крем. Красивый. Вкусный очень. И я думаю, вот по своим вкусовым качествам он нисколько не уступает сливочному крему. Просто намного-намного дешевле. Вкусный безумно. Пользуйтесь, друзья. Рецепт отличный. Какой красивый. Начинаем собирать торт. Вместо пропитки буду выкладывать свежемороженую смородину. Она нам будет напоминать вкус лета. Необыкновенный торт со свежими ягодами. Вот так вот он будет смотреться. Взяла где-то один стаканчик у нас здесь. Поверх ягоды наношу крем. Толщиной где-то 1 см. Хорошенько промазывая края. Выкладываю третий завершающий слой. Достаточно высокий, красивый получился. Сверху смазываю белково-заварным кремом. Им и буду украшать. Рецепт можете посмотреть под видео. Прям тоненький-тоненький слой, чтобы украшение у нас хорошо с вами легло. Наношу. И пока точно так же промазываю. Сверху смазываю белково-заварным кремом.